Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие и случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Эрсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши тёплые слова. Я девочки, мальчики, я всё читаю. Давайте сегодня посмотрим такая тема расклада. Не хочу сегодня смотреть вашего кубка. Вот наверняка он опять вылезет. Давайте посмотрим сюрпризы от Вселенной. Какие в ближайшее самое время будут у вас сюрпризы. Кто войдёт в вашу жизнь, зачем он войдёт, для чего войдёт. Просто посмотрим, какие сюрпризы вам ждать от Вселенной. Давайте посмотрим на сигнификацию вашу расклад на одну позицию. Он общий. Поэтому если сигнификация резонирует, значит смотрим. Если не резонирует, к сожалению, не ваш расклад. Ну, если смотрят меня мальчики, тогда переначиваем. Я от лица женщины говорю, мне так удобнее, потому что я женщина. Так, давайте посмотрим. Кто вы сейчас? Каких вы сейчас энергиях? Или что покажут? Кто вы сейчас? Пус мечей вы сейчас. А вы сейчас либо, знаете, можете какое-то обучение проходить. Либо там у высших сил что-то просить как раз таки. Либо вы здесь, ну, может, в религию ударились, в высшие силы, в какие-то там, кто во что верит. Может быть, также здесь обучение у вас какое-то, да, по карте Рафанта. Ну, вот, какой-то у вас император идет, да. Здесь у вас подведение итогов идет. Опять-таки, смотрите, если это ваш муж, а если меня смотрит женщина, да, здесь показали, что здесь есть ваш, ну, мужчина, мужчина в браке. Может быть, от вас на расстоянии быть, но с ним идет подведение итогов. Здесь именно карта не примирения, а именно как подведение итогов с этим мужчиной, да. Либо, опять-таки, этот мужчина с вами подводит итоги, если смотрит меня мужчина. Здесь какие-то, знаете, такие вот судьбоносные подведения итогов. Либо мы с тобой, либо мы отдельно друг от друга. Здесь как-то вот так вот. Да, здесь вы выбираете, что дальше делать с этим мужчиной. Ну, кто? Вы у меня красавица, посмотрите. Вы у меня такая красавица, да, такой красивой шапочке с такой длинной шеей, с украшениями. Здесь женщина самодостаточная. Здесь женщина рано пошла работать, она самостоятельная. Здесь женщина, которая, знаете, хлебнула горе в своей жизни. Неважно, сколько вам здесь лет, 20, 30, 70, 80, неважно. Здесь именно женщина, которую прошла огонь, воду и медные трубы. Как раз-таки, может быть, и со своим мужем здесь она прошла. Может быть, вы здесь были в браке очень долго. И сейчас, наконец-таки, подводите итоги. Вот, какое-то принимаете решение. Потому что здесь карта выбора. Вы принимаете на данный момент решение по поводу вот этого императора. Собственно говоря, да, также вы можете здесь быть с этим мужчиной разных вероисповеданий, разных наций. Мужчина сам по себе властный. Мужчина такой, знаете, твердо стоит на ногах. Может быть, при власти. Вы с мужчиной можете быть на расстоянии. И вы сейчас выбираете, какие отношения в дальнейшем у вас будут с этим мужчиной. Принимаете какое-то решение. Здесь, может быть, заграничный мужчина, да, вас разделяет целый мир. Ну, то есть, это не близкое расстояние, да, такое тоже может быть. Вот. И опять-таки, здесь карта выбора. Вообще, женщина здесь, она сама всё может. Вот, знаете, как это, когда на неё можно положиться, на эту женщину, она не предаст, она прошла. Знаете, вот из вот таких вот женщин получаются хорошие какие-нибудь психологи. Знаете, есть программа для анонимных алкоголиков и вот анонимных наркоманов. Там у них программа такая, и у них становятся консультантами те, кто прошёл вот свою, да, кто вот это выздоровел. И потом они становятся консультантом, чтобы на своём опыте показывать другим, что вот у них получилось. Они там больше не пьют, не употребляют. Вот у вас не к тому, что вы алкоголик, да, а к тому, что вы прошли очень много в жизни. И вы на своём опыте, на своём примере, вот прямо можете, да, учить каких-то других людей. Ну, короче говоря, знаете, как вы не раз, да, наступали на грабли. Вот, и вы теперь можете на своём опыте показывать другим людям, как делать не надо. А это уже их выбор, прислушиваться к вашему мнению или нет. Здесь женщина, извините, здесь неважно, сколько вам лет, здесь женщина очень мудрая. Ей может быть и 20 лет, и там 19, но мудрая, вот она не будет делать, знаете, каких-то таких вот вещей, которые там могут повредить ей, семье. Она очень мудро поступает. Она при деньгах сейчас на данный момент, я не вижу, что у вас проблемы с деньгами. Да, здесь женщина, вот, она любит Пентакли. Вот, сама самое главное, их может заработать, если это надо. Да, она здесь, здесь женщина, вот, говорю, то, что она имеет на данный момент, она имеет всё благодаря себе, своему труду, не покладая рук. Здесь, знаете, вот трудяшка, вот пчёлка-трудяшка здесь женщина. Вот. Здесь вот такая, ну, мужчина, здесь я говорю, если смотрит на меня мужчина, здесь мужчина, властный мужчина, твёрдо стоит на ногах, может работать в какой-нибудь там госструктуре, может работать начальником, там, да, иметь подчинённых под собой. Мужчина достаточно жёсткий характер у него, он может идти по головам, когда ему это надо. Вот. Мужчина имеет свою точку зрения, свои принципы, вот. Вот. И, ну, от этой женщины, если говорить про вот сейчас на данный момент, какие у вас отношения, здесь вас вот разделяет расстояние, разделяет мир. Вы можете быть иностранцами друг к другу, да, по отношениям друг к другу, вы можете быть иностранцами, можете быть разных наций, разных вероисповеданий. Либо просто, да, здесь какое-то расстояние, либо это ваш муж, либо это чужой муж, да, вот. Всё, что я вижу по этим картам, так как расклад общий, говорю всевозможные варианты, которые я здесь увидела. Ну, у вас сейчас трансформация идёт, карта смерти. Вот неважно, кто вы друг другу нахудал, кто вы друг другу. Здесь именно как окончание какого-то этапа у вас, и вы решаете, что дальше делать, в каком качестве ваши отношения будут продолжаться. То есть здесь вот сейчас такой какой-то, ну, может быть, ну, не совсем судьбоносный период, но вы решаете, что дальше будет с вашими отношениями. Здесь трансформация идёт, она либо началась уже, либо здесь продолжается. Ну, вы немножко, да, вы сейчас у меня немножечко королева мечей. Вы можете быть холодной, вы можете, кстати говоря, работать с металлом в госструктуре, работать, форму какую-то одевать, да, вот. Немножко жестковатая вы здесь. Но, скорее всего, почему? Потому что, ну, здесь вот рядом с вами эта карта всё-таки выпала. Здесь вы какую-то жёсткую трансформацию прошли. Отсекли, опять-таки, по тузу мечей всё, что мешало вашей жизни, всё, что там, как якорь тянула вас на дно, вы всё это отсекли. Не могу сказать, что здесь было легко. Здесь очень много было внутренних каких-то самокопаний. Очень переживали о том, что надо, не надо. Да, вот, боялись покинуть зону комфорта, боялись, что вот я пойду в новый путь, а будет больно, а вдруг там что-то не так получится, куда я иду, на правильном ли я пути. То есть очень много сомнений было. Здесь вы плохо спали, засыпали, может быть, поздно, да, крутились, вертелись у вас эти мысли в голове. Вот, но сейчас вы немножечко такая, знаете, стали умнее, мудрее. Эта женщина не глупая, умная. Опять-таки, вот здесь карты опять подтверждают, что здесь женщина сейчас не глупая меня смотрит, однозначно. Здесь, я говорю, которая оставилась за плечами, вот, ну, такую какую-то жёсткую трансформацию. То есть она сейчас выходит в то же, во что-то новое, вот, как раньше жизнь у вас была, её точно уже не будет. Здесь будет что-то новое, что-то другое, может быть, даже с другими людьми, да, может быть, от кого-то отсекли здесь, старых друзей, которые, там, вас вампирили или пользовались вашей добротой. Здесь вы могли сменить работу, сменить место жительства, либо планируете сменить. Здесь просто вот вы как-то отсекли, да, вы сидели, 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 а потом на вас что-то упало на голову, да, как осознание чего-то, что пора что-то менять. И здесь вы вот как-то взялись, знаешь, вот прям взяла и всё это изменило. Крутанули жизнь на 180 градусов свою, как-то, вот, знаете, дошли до точки кипения. Вот, поэтому здесь вот такая ситуация. Ну, да, у вас какие-то мечты, планы, вы куда-то хотите поехать. Здесь куда-то вы собираетесь, какую-то дорогу, либо встретить кого-то, кто должен к вам приехать, возможно, этого мужчину. Вы ждёте, строите с ним планы, да, и именно вот эта вот поездка, которая должна состояться, как раз-таки, да, выбор сделает, в какую сторону ваши отношения дальше пойдут. Здесь однозначно какая-то идёт дорога. Вы должны либо строить планы куда-то поехать, либо кого-то ждёте с дороги, да, либо какую-то поездку вы планируете на данный момент. Так, давайте, ну, планируйте, там, я не знаю, мечтайте о поездке, да, ждёте кого-то. Давайте посмотрим. Это понятная сигнификация. Если ваша, смотрим дальше. Если не ваша, то не ваша. Давайте посмотрим сюрприз от вселенной. Может быть, кого-то покажут, кто входит в вашу жизнь, или ещё что-то. Вот что вы за сюрприз вселенной какой-нибудь, подарок. Так. Какой сюрприз от вселенной вас ждёт? Самое ближайшее время. Вот мы смотрим на самое, ни там, ни на дальний, там, ни в течение года, ни там, вот самое ближайшее время. Какой сюрприз? Здесь у вас будет прояснение ситуации с какой-то женщиной. Если это мужчина, да, то здесь будет прояснение ситуации каких-то непонятных отношений с женщиной. Вы здесь что-то с ней решите, да. Если это у вас, вы, женщина, смотрите на женщину. Здесь, может быть, это ваша подруга какая-то, с которой какие-то непонятные отношения у вас. Женщина импульсивная, эмоциональная. Женщина, точнее говоря, да, женщина здесь тонко чувствует людей, такой психолог от природы. Женщина интуитка, кстати говоря, вы можете и к ней обратиться, да, может быть, здесь неважно какого пола, вы можете обратиться к этой женщине по поводу, там, я не знаю, там, магических практик, гаданий и так далее, там, просмотра какого-то. Здесь такое может быть. А также это может быть ваша подруга какая-то, да, здесь просто именно такая вот женщина сердечная идёт. Вот к вам она расположена. Не вижу от неё никакого-то там негатива. Ну, вы здесь что-то с ней будете прояснять. А что здесь вы будете прояснять? Ну, какую-то поездку. Вот вы здесь должны по поводу поездки что-то с ней выяснить. Да, здесь вы будете выяснять с ней по поводу денег, решать вопрос какой-то денежный. Потому что здесь что-то вам не ясно. Вы можете, кстати говоря, это будет ваша подруга, и вы решаете здесь вопрос, ну, по поводу отпуска, да, как вам поехать, планируете там деньги, бюджет, куда вы поедете. Здесь такое может быть. Здесь именно как с дорогой связано. Она, кстати говоря, даже может тоже от вас быть на расстоянии, эта женщина. Вот. Она не идёт ни для чего плохого. Я не вижу здесь именно как женщина. Она здесь какая-то... Да, она вам вот в чём-то помогать будет. Она вам здесь будет в чём-то помогать. У вас вот какая-то болезненная ситуация была, да, и вот этот подарок от сюрпризов вселенной, здесь вот эта женщина вам будет как руку помощи протянет. Когда вам было плохо, вот она вам, ну, помочь, она вот прояснит какие-то ситуации здесь, которые вам непонятны были. Какие-то тайны. С чем? С чем она к вам идёт? Она здесь... Да, слушайте, она будет вам помогать уходить от какой-то зависимой ситуации. Вы были зависимы, эта ситуация приносила вам боль по десятке мечей, вам было плохо. И эта женщина идёт к вам с помощью выхода из этой ситуации. Вы будете вместе с ней прилагать усилия для того, чтобы выйти из этой кабалы какой-то. У вас по дьяволу, как что-то вот было у вас. Вы не могли выйти из этой зависимой ситуации, вам было тяжело, плохо. Но десятка мечей, соответственно, да, здесь какая-то болезненная ситуация. И эта женщина вам идёт в помощь, чтобы вы с ней вместе какие-то усилия приложили. Либо она показала вам, как это делать, чтобы вы ушли от этого. Здесь я однозначно, она идёт как для помощи, да, вот чтобы вы от этого ушли. Да, шестёрка Пентакли, где ещё карта помощи. Она вам идёт в помощь, да, то есть первый сюрприз от вселенной идёт женщина. Но если вы женщина, значит, идёт... Ну, опять-таки, там карта, показали, что это может быть обращение к эзотерику, там, я не знаю, к торологу, там, чистка и так далее, тому подобное, гадание. Ну, всё, что угодно, да, что относится к миру эзотерики. Вы можете к ней там обратиться для того, чтобы она как-то подсказала вам, куда идти. Либо это какая-то подруга ваша, да, которая подскажет вам, даст направление, помощь какую-то окажет для того, чтобы выйти из этой зависимой ситуации. Поэтому первый сюрприз от вселенной – это женщина, которая вам поможет выйти из какой-то закольцовки, из-за ситуации, когда вам было очень плохо. Из зависимости какой-то. Не показали, какая зависимость. Это может быть и любовная зависимость, это может быть, там, и кто-то кого-то предал, да, там, и там, может быть, на работе было что-то у вас, потому что там карта обучения была. Вот, может, кто-то там с деньгами что-то у вас было. В общем, понятно, да, что женщина идёт помочь вам выйти из этой ситуации. Это первый сюрприз. Давайте посмотрим, что у нас вторым сюрпризом идёт. Что у нас второй, что за второй сюрприз? Опять поездка какая-то, вот, куда-то вы наметили у меня ехать. Ну, у вас тут не хватает денег, во-первых, да, то есть как-то, либо не хватало денег, да, и ситуация была, вот, понимаете, вы не знали, поеду я, не поеду, потому что здесь, знаете, как вот ситуация какая-то нестабильная. Границы, к примеру, закрыты, и вы не знаете, поеду я, не поеду, хватит мне денег, не хватит. Здесь вот такая ситуация показывается, да, что вот какая-то поездка нужна была вам, но ситуация нестабильная, какие-то рамки, ограничения, которые не давали вам двигаться вот туда, куда вы хотели, да. Ну и по итогу, что у нас здесь? А по итогу вы здесь помчите. Да, здесь вы помчите. Здесь могли быть, знаете, вы могли, проблемы здесь быть с документами, не могли куда-то выехать, границы закрыты, нет денег, да, здесь именно, знаете, и этого приносило вам мало, много страданий, именно вот то, что вы куда-то планировали двигаться, и у вас это не получалось. Здесь такие переживания были глубокие у вас. Собственно говоря, здесь карты говорят о том, что да, вы опять уйдёте от чего-то старого и пойдёте к новому. Вам окажут опять, здесь карта помощи, смотрите, идёт. Здесь могут оказать вам помощь кто-то из вашей семьи, кто-то из какого-то общества, кто-то, к примеру, да, если вы здесь на работе, и вам могли на работе оказать помощь. Здесь опять идёт тематика ухода, ухода от чего-то, что приносило вам страдания. А кто окажет помощь здесь? Вы сами здесь окажете помощь. Нет, опять она, смотрите, выходит. Опять она выходит. Здесь вы, говорю, здесь вы будете работать. Здесь второй подах, да, сюрприз. Селена опять её показывает. Смотрите, она вам поможет идти вперёд. Психологическую помощь, денежную помощь, совет. Здесь любая помощь, вот от неё идёт любая. Она идёт к вам с любовью, с такими чувствами помощи. Она хочет вам помочь, уйти от прошлого. И она вам поможет здесь. Здесь карты говорят, что будет у вас уход, ещё и смерть здесь. Здесь уход будет. Однозначно, и почему-то зачем её второй раз показали, не знаю. Она вам здесь поможет. Зачем её второй раз показывает? Просто, что мы её рассмотрели странно. Ладно. Может, вот с первого раза не понял, да? Вот с первого раза не поняли, вот вам второй раз, вот опять она идёт. Ладно, давайте посмотрим. Какая женщина, видите, настырная. Она прям хочет вам помочь. Но второй раз вылезла. Прям не может. Вот хочет вам помочь от всего сердца прямо. Так. Давайте ещё какой сюрприз. Самое блиннейшее время от вселенной. Что ещё здесь будет? Что ещё здесь будет? Высшие силы вас слышат? Ну, опять колесница. Смотрите, она здесь крутится. У вас будет выход из... О, у вас, я поняла. Вы здесь... У вас будет выход из отшельничества. Смотрите, у вас высшие силы слышат. Вот, смотрите. Вы сидите здесь у меня, грустите. Три кубка у вас, да? И вам всё не нравится, всё не то, всё не так. А вот карты Иерофанта, да? Вот он здесь сидит, такой красавчик, вот с такой штучкой на голове. Не знаю, как это называется. Вот. И он сидит, и вот они вам протягивают вот руку помощи, да? И вы её пока не видите. Посмотрите на мир шире. А высшие силы вас видят. Они слышат, слушают вас. Они дают вам подсказки для того, чтобы вы вышли из отшельников. Но надо немножечко приложить усилия. Здесь вы, видимо, глянетесь. Потому что карта Колесница говорит о том, что у вас начнётся движение. То есть вы вот этот кубок увидите. Ну, либо большие силы вас шарахнут этим кубком по голове, потому что им надоело, да, сидеть, ждать, пока вы тут оглянетесь. Вот. Поэтому здесь вот свой кубок вы получите, увидите его через сны, через знаки, через, там, я не знаю, обращение к кому-то. вы здесь увидите. Это вы здесь увидите. Да, у вас прояснится какая-то ситуация. У вас всё здесь прояснится. Получите вы какие-то бумаги, знания, сообщения, вот что-то, да, вот такое вы получите. Направление, что вот, куда вам двигаться дальше. Может быть, вы здесь запутались, не знаете, какой дорогой дальше идти, да. Здесь вы найдёте этот путь, куда вам надо идти. Свой кубок гра-ли. Вы здесь, здесь больше как одиночество, да, уход от одиночества. Здесь будет прояснение. Может, вы не знали, почему вы там одиноко или одинок. Здесь вы именно, да, узнаете причину одиночества и будете прилагать усилия о том, чтобы выйти из этого одиночества. Ну, опять зависимость здесь идёт. Какие-то... Здесь у вас проблема могла быть с деньгами, да. У вас здесь будет прояснение отношений, прояснение ситуации по поводу... Здесь вы зависимы от денег. Может быть, ипотека, не знаю, там, на работе вас подставили. Вообще денег вам не заработать было. Вот здесь что-то, такая ситуация, которая привязка к деньгам. Да, и вот из-за неё у вас ничего не получалось. Там денег не было, потому что вы там должны были ипотеку, кредиты какие-то платить и так далее, и тому подобное. Здесь такое может быть, да. Зависимо от денег были. Здесь всё это прояснится. Да, здесь всё это прояснится. Какая-то хитрая. Здесь могла быть хитрость на работе, вас могли обманывать, там, повесить на вас, там, кучу бумаг или так далее, там, подобное, что-то такое, да. Здесь какая-то подстава была именно с деньгами связана. Может, у вас кто-то взял деньги, вам не вернул. Может, там, кредитов понавешали. В общем-то, здесь будет выход из этой ситуации. Да, вы не знали, что вам делать, вы очень переживали, но у вас стабильность будет, да. Вы идёте к своей финансовой стабильности. Но придётся прилагать усилия, да. Вы как-то, знаете, всех тут порубаете. То есть такое ощущение, что, знаете, на вас ездили все, кто хотели, а вы сейчас всех скинете. Вот просто всех взяли и скинули. Вот не хочу больше, и всё. Да, вы выйдете, вот какая-то ситуация опять, вот, смотрите, карта закрытая, и опять девятка Пентакли, и опять десятка. Здесь болезненная какая-то ситуация была. Здесь больше про работу идёт. Вот, про работу, про деньги именно. И здесь вы опять выходите в девятку Пентакли. Вы прояснится, да, закрытая карта, какая-то информация, какую-то информацию вы узнаете. Не зря мне сразу бумаги пошли. Что-то вы узнаете, тайные. Всё тайное становится явным. По поводу денег что-то у вас. Что там у вас ещё? Давайте покажите нам любовь, что ли. Что там у вас? Эта женщина два раза вышла. Прямо никак она не может без вас. Я хотела вам помочь. Давайте по поводу... А почему по поводу любви? Давайте Вселенная, что вам скажет по поводу любви? По поводу любви, скажите нам что-нибудь. По поводу любви, что нас там ждёт в подарке от Вселенной. Ну, влюблённые, карта любви. Что нас по поводу любви нам Вселенная даст? Короля кубков. Мне уже плохо. Что с ним, королем кубков? Здесь прояснится с ним отношение. Вы выясните с ним. Потому что он сидит здесь уже, да, мхом порос. Вот уже такой вот. Здесь вы с ним выясните все отношения, все непонятки, да, для того, чтобы здесь вы будете выбирать, что дальше с этим мужчиной делать. Либо его вот отсекать, короля кубков. Потому что ну сколько можно здесь, да. Здесь просто идёт как прояснение отношений с ним. То есть будет, наверное, либо разговор, либо какая-то встреча, да, когда вы какое-то решение с ним дальше примите о том, что делать дальше. Потому что здесь какое-то ожидание, да. Жду, жду, жду. Вот какая-то вроде ждунишки. Здесь вот именно идёт прояснение этой ситуации, прояснение отношений с этим мужчиной. Мужчина, может быть, младше вас, может быть, не славянской внешности, да. Мужчина здесь, знаете, не могу сказать, что здесь любви не было, здесь были чувства, но здесь больше отношений на этих голове, чем в жизни. Какие-то планы были, собственно говоря, и планы здесь порушились, да. Здесь вы будете думать, начинать с ним всё сначала, шалтай-болтай, да. Вот, либо пускай шалтай-болтай идёт куда-нибудь дальше. Ну да, будете прояснять. Здесь ещё один мужчина вам идёт. Ну и дальше что? Вот это что значит? Да, вы здесь слушайте. Сейчас, секунду. Опять она бы уходит. Смотрите, вот эта женщина какая-то, она здесь поможет вам. Вот я говорю, здесь опять эта женщина идёт, вы примете какое-то решение насчёт этого мужчины. Здесь ещё какой-то мужчина вылез, и вы будете думать, что сделать здесь. Будете принимать какое-то решение, карта справедливости, будете очень долго думать. Хотите справедливое решение принять, потому что здесь какие-то у вас незакрытые отношения, которые причинили вам боль. И вы здесь будете опять-таки, да, прояснять эту ситуацию всё. Кого-то из них выбирать. Карта влюблённые. Первая карта выбора. Вы здесь будете выбирать из двух мужчин. Да, взвешивая все за и все против. Кто из них, вот, готов. Кто, точнее говоря, кто из них достоин моей любви, а кто не достоин. Ну, в любом случае здесь всё идёт к семье у вас. Вы, кого, кого бы вы не выбрали, здесь уйдёт к стабильным отношениям. Вы можете... Я спросила, да, к чему приведёт выбор одного из мужчин. Здесь вы идёте к семье, к стабильным отношениям. Да, потому что здесь была какая-то зависимая ситуация, связанная с, ну, хитростью, измена какой-то, коварство, предательство. Вы были в отшельниках. А сейчас всё, колесо фортуны укрутанули в свою сторону. Не, ну, пошла у вас опять трансформация. Ещё и высший суд за вами тут наблюдает. Ну, здесь высшие силы. Да, вам дадут новый прям шанс какой-то, да. Вот этот пентакль вам в руки. Вот подарок вам, да. Выбирай, кого хочешь. Но выбирай справедливо, да. Карта правосудия. Выбирай умно. Не кидайся там в омут с головой. Посиди, подумай, кто тебе здесь нужен. То есть какой сюрприз от вселенной. Здесь выбор у вас будет, который вы должны будете принять. мудро. Не так, что, знаете, вот хочу так быстренько. И всё здесь подумайте. Вам, когда вам говорят, подумай. Прими правильное решение. Взвесься за и все против. Здесь вот так вот. Такой подарок. Сюрприз вселенной. Проходите свою трансформацию. Уходите от этих всяких треугольников, четырехугольников, от разбитых сердец, отношений, где один хромой, другой косой. Здесь не витайте в облаках. Снимите розовые очки. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Да. Трезво оценивайте ситуацию. Вот вы идёте в трансформацию. Вот вам Пентакль. Держите. Но не витайте в облаках. Да. Потому что если вы неправильно сделаете выбор, вы рискуете, королева опять мечей, вы рискуете опять войти в этого дьявола, в эту зависимость. Поэтому тут аккуратнее. Тут снимаете всё это. Всё. Воздушные замки какие-то? Нет. Всё. Я помчала. Вот пару целей мечей я помчала. Пусть пять королевы мечей. Вот вы идёте. Да. Я решила, я иду чётко к своей цели. Всё. Меня не сбить. Меня там не подбить. Я как трактор и пру, да, как вездеход. И всё. Здесь вам как совет просто... Вспоминайте, от чего вы ушли и почему вы ушли. Да. Всегда. Вот. Потому что плохое всё забывается. А хорошее, собственно говоря, имеет место оставаться. В памяти оставаться. Всё плохое забывается. Поэтому здесь помните, от чего вы ушли. Потому что вы рискуете обратно в это войти. Поэтому здесь иллюзии в сторону. Чётко смотрим. Чего я хочу. Чего я достойна. Что я имею на данный момент. Да. И люблю ли я себя. Насколько я себя люблю. Вот так вот. Вот такой вот получился расклад. Девочки, мальчики. Всех люблю. Всех целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok